современные люди привыкли смотреть на технологии прошлого свысока однако некоторые изобретения прошедших веков способны дать фору всем современным достижениям науки и девайсом которыми мы пользуемся прямо сейчас с вами топ хайп и сегодня мы расскажем вам о 10 древних технологиях которые мы потеряли ну и перед тем как мы начнем и напоминаю вам что вы можете подписаться на канал чтобы не пропустить новое видео уже завтра ну а теперь погнали дамасская сталь безусловно все поклонники игры престолов слышали о валерийской стали так вот именно ее прототипом стала дамасская сталь которая была более прочной чем любые другие известные материалы этот вид материала широко использовался на ближнем востоке в период с 1100 по 1700 года нашей эры согласно преданиям мечи из такой стали могли легко нашинковать оружие неприятеля и без труда разрезать самый тонкий волосок прямо на лету согласно наиболее популярной теории в основе рецепт изготовления дамасской стали лежала особая технология профессор питер пауфлер из технического университета дрездена провел ряд исследований которые позволили ему предположить что при производстве дамасских клинков применялось то что сейчас мы называем на на технологиями по предложениям специалиста некоторые примеси в стали при высокой температуре вызывали рост углеродных нанотрубок углерод в сталь попадал как продукт горения дерева в печи при плавке стали так и возникали эти тончайшие нити а благодаря специальной технике ковки они также отличались визуально имея мраморный узор который получил название дамасский однако какой именно была технология изготовления дамасской стали на самом деле никто не знает ученым до сих пор не удается воссоздать данный материал который бы обладал всеми теми уникальными качествами о которых говорится в писаниях вероятно такая технология использовалась совершенно случайно и кузнецы того времени даже не подозревали чего именно они достигли может быть и понимали мастера изготавливали сверхпрочные мечи по памяти пока не начали постепенно упрощать технологический процесс что и привело к утрате данной технологии гибкость стекло технологии изготовления стекла были известны еще с третьего тысячелетия до нашей эры именно к этому периоду относятся самые древние стеклянные предметы однако одна из римских легенд гласит что существовала уникальная разновидность этого материала обладающая таким не характерным для стекла свойством как гибкость 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 стекло упоминается в текстах плиния младшего петрония и диона касси где говорится что его создателем был некий алхимик который настолько удивил всех своим изобретением что его доставили к императору тиберию мастер создавший ранее неизвестный материал преподнес императору сделанную из него чашу для питья чаша блестела как серебряная но при этом была очень легкой желая продемонстрировать необычные свойства материала на глазах у изумленной публики алхимик бросил чашу прямо на мраморный пол однако вопреки ожиданиям она не разбилась а лишь немного прогнулась стекольщик поднял ее достал из пояса молоток и преспокойно выправил вмятину когда мастер отказался раскрывать секретный состав материала тиберий приказал казнить его опасаясь что это гибкое стекло повлияет на ценность золота и серебра разумеется детали этого рассказа могут отличаться вместо чаши нередко упоминается тарелка ваза или корона но так или иначе гибкость стекло это легендарное утраченное изобретение времен правления римского императора тиберия который был правителем в первом веке до нашей эры сильфий утраченные технологии далеко не всегда являются следствием чрезмерной секретности порой причиной служит банальная неспособность людей сохранить эти технологии для будущих поколений так произошло и в случае с сильфием который широко использовался древними римлянами в кулинарии и медицине они изготавливали уникальные препараты из одноименного растения похожего на укроп и произраставшего лишь вдоль определенного участка береговой линии который теперь принадлежит ливии настойка из плодов данного растения использовалась для лечения практически всех болезней включая жар несварение бородавки папилломы и так далее однако самым примечательным свойством данного растения являлась его способность выступать в качестве первого в своем роде противозачаточного средства именно это свойство сильфия сделала данное растение одним из самых ценных продуктов в древнем риме сильфий был настолько популярным что его изображение даже чеканили на старинных монетах рима вскоре популярность чудодейственных препаратов на основе сильфия распространилась по всей европе и азии однако люди не учли что необходимый вид данного растения произрастал лишь в определенной части северной африки вдоль средиземного побережья недостаточное количество сильфия на фоне возрастающих потребностей в данном лекарстве привели к тому что урожаи собирались все чаще растения не успевала произрастать в итоге сильфий просто исчез с лица земли одноколесный транспорт при слове транспорт мы обычно представляем средства передвижения как минимум с двумя колесами а то и больше однако наши предки умудрялись обходиться использованием только одного колеса современном кинематографе подобные аппараты показываются как пример фантастического будущего но на самом деле все новое это хорошо забытое старое с начала 19 века сохранилось немало фотографий на которых изображены такие одноколесные механизмы однако в силу неизвестных причин эти технологии сначала попали под негласный запрет а потом были вовсе забыты в 1970 году ленинградский инженер эдуард мельников самостоятельно собрал моноцикл но работники гаи запретили ему передвигаться на данном транспорте единственным исключением стало катание вокруг исакиевского собора в качестве развлечения для туристов поговаривают также что существуют документы подтверждающие существование автомобилей на моноколесной базе а также моноциклов на воздушной тяге почему такие автомобили не вышли в массовое производство не известно возможно такие машины были недостаточно устойчивы и все же вероятность того что такой транспорт появится существует в конце концов сейчас моноколесо это очень популярный способ передвижения необычные поезда фотографии 19 20 веков показывают что пропеллерными технологиями пользовались не только в самолетостроении но и производстве поездов один из таких необычных локомотивов с пропеллером назвали шиненцепелен он был сконструирован в германии еще в довоенное время в движение эту огромную махину приводил 12-цилиндровый 46-литровый двигатель компании bmw разбивающий мощность до 600 лошадиных сил с этим мощным двигателем пропеллеровоз разгонялся до рекордных на то время скоростей порядка 225 километров в час этот рекорд скорости на железной дороге был побит только в 1953 году шагающий транспорт с прошлых времен сохранились интересные фотографии на которых был запечатлен странный шагающий вид транспорта похожий на мотолошадь по версии официальных аналитиков данная конструкция является тренажером для езды на мотоцикле но ведь это лишено смысла зачем создавать такую сложную конструкцию ради имитации сиденья на мотоцикле сми нам показывают как передовые предприятия занимаются тестированием различных роботов на их устойчивости работоспособность и называют это прорывом в науке но сотни лет назад такие технологии уже были возможно они были менее продвинуты но существенной разницы все же не наблюдается универсальное противоядие митридатий это противоядие от всех ядов названа она так в честь царя митридата 6 правившего древнегреческим городом понтом со 117 по 63 годы до нашей эры этот царь якобы славился тем что изучал разнообразные яды и наконец смог составить противоядие со состоящие из 65 ингредиентов и способна нейтрализовать любую отраву разумеется рецепт был потерян искусство каменотесов древних инков до сих пор неизвестно как именно древние инки достигали того что камни в их кладке прилегали настолько точно друг другу какими именно инструментами обрабатывались плоскости камней размером до нескольких квадратных метров после стыковки которых зазор по всему контуру не позволял вставить между ними даже лист остается загадкой и то каким образом перемещались камни для сооружения фундаментов и стен вес которых достигал 20 тонн некоторые специалисты например те что приписывают постройку пирамид инопланетянам говорят что инки обладали технологией лазерной резки камня и умели манипулировать силами гравитации для перемещения тяжести некоторые конкистадоры предполагали что они имели особую технологию известную с древности которая помогала смягчать камень якобы один из испанских рыцарей наступил на какое-то растение которое оплавило шпоры на его сапогах но эти сведения сегодня сложно воспринимать всерьез непенф вслед за сильфием расскажем о еще одном древнем растении которая не уступает древним технологиям в плане уникальности речь пойдет о непенфе так называемой траве забвения которую впервые описал гомер в своей одиссеи в поэме указывается что непенф это зелье которая помогает забывать плохие воспоминания переводе с древнегреческого языка слово непенф означает лекарство против грусти помимо гомера непенф воспевали многие другие писатели и поэты считается что непенф мог представлять собой один из первых антидепрессантов в истории впрочем ученые до сих пор спорят о том что именно представляла собой это зелье и что лежало в его основе некоторые ученые полагают что непенф мог быть обозначением опиума либо его мощной версии поскольку если приготовить опиум правильно то он как считается может помочь забыть плохие воспоминания тем не менее на данный момент в мире нет ни одного зелья или лекарства которое может заставить вас надолго забыть о плохих мыслях происхождение непенф остается тайной а учитывая то что помимо литературных произведений о нем не осталось никаких сведений ученым будет очень сложно воссоздать подобный мощный антидепрессант в ближайшие годы передача энергии по тончайшему проводу несколько лет назад появились сведения о том что российским ученым удалось совершить настоящий прорыв физики им удалось разработать однопроводную систему передачи электроэнергии провод о котором идет речь диаметром сечения всего 8 микрон для сравнения это в 10 раз тоньше человеческого волоска ученые продемонстрировали как по тончайшей нити практически неразличимы невооруженным глазом передается ток мощностью 25 киловатт оказалось что один такой провод способен питать электричеством 2-3 коттеджа или один магазин средних размеров любопытный момент это изобретение работает вопреки закону ома выгоды от внедрения чудо провода очевидны потери при транспортировке электроэнергии практически нулевые не нужно тратить тонны металла на создание толстых многожильных проводов и можно отказаться от многочисленных трансформаторных подстанций однако по неизвестным причинам энергетики делают вид будто ничего особенного не произошло и всячески обходят вниманием эту полезнейшую разработку ну а в коменты я жду мнение экспертов как вы считаете какой из этих пунктов является фейком но если вам было интересно не забудьте поставить лайк это очень важно для нашего канала а также не пропустите новое видео уже завтра